привет друзья вы снова на канале тактика победы и с вами макс сегодня поиграем в игру mount edge mount мне кажется в дословном переводе будет звучать как гора montague что ли ну и где-то как-то в этом роде я быстренько зашел начало посмотреть управление принципе она довольно таки простое проблем не составляет поэтому думаю мы начнем также сначала с пролога посмотрите как появляется наш герой и предшествующий к этому этому событию ну судя из описания звучит так что герой у нас ирландский рыбак потерпевший крушение на острове оказавшийся ним помнит ни себя нигде он ничто он но надо как-то выбраться поэтому будем исследовать мир смотреть от соленой воды я вижу пернатых друзей что кружат надо мной наверное меня выбросило за борт да именно это со мной случилось меня смыл волной с палубой судя по одежде я работаю в море но почему-то не припомню ни единого момента этой работы не могу вспомнить даже собственное имя нужно понять как я оказался на этом берегу и как-то выбраться отсюда и и Продолжение следует... Продолжение следует... Так, так, что-то там поблескивает. Ой, его колбасит. Хромает на ногу, что ли? Точно хромает. Так. Изучайте все, что видите вокруг. А ну, не шатайся. Нажимайте Е, когда видите символ информации или символ взаимодействия. Задача перед тем, как покинуть берег, найдите себе что-то вроде костыля. Так, ну когда я заходил сюда... Вот, смотрите, у меня началось... В глазах цвет появился, короче. Прояснилось зрение. Так. Что это у нас? Причальный буй. Помогша книга. Взять это ничего нельзя. Я тут, когда заходил, осваиваться с управлением... Кстати, у нас есть компас. Все. То есть, компас у него, походу, в голове. Вот. А так я тут заметил такую палочку. Может, это и есть тот предмет, который нам необходим. Вот там. Угу. Мы нашли... Посмотрите, трость. Какая-то... Страна, он... Посмотрите, ее просто в руке держит, не опирается на нее. Вот это вот мелькание головы как-то меня немножко раздражает. Так, обойдем остров, посмотрим, может, тут чего еще есть. Странно, портфель не открывается. Это... Это нелогично. А вдруг там лежит что-то съестное. Или какие-нибудь вещички. Может быть, там гранатомет лежит. Тоже полезная штука на острове, когда один. Так, взаимодействие с предметами. Еще нельзя этот листочек взять. Так, предметы, с которыми можно взаимодействовать с помощью левой кнопки мыши, обозначаются значком руки. Задача. Подберите цветную деревянную катушку, чтобы использовать ее подпозже. Ну ладно, возьмем наружение пою с новым предметом. Так, дождик пошел. Жестко, жестко. Такая обстановка, да, слегка напрягающая, такая, я бы сказал, немного напряженная, ну такая вот, создает впечатление, что что-то вот-вот да произойдет. Вот-вот. Наверное, такая психологическая игра, походу. КОНЕЦ Второй портфель. Так, электричество. Кажется, электричество выключено. Нужно пройти дальше, вдруг нам удастся найти генератор. Совет. Окно, дверь, выключатель. Окно. Второй диван почему-то показывает. Чего окно не показывает. Ну ладно, давайте зайдем, посмотрим. Вот выключатель. Утрана, двери нет. Электричества нет. И... У нас окно в потолке. Так. Картина. Сельский пейзаж какой-то. Грязный, мокрый матрас. Всегда думал почему-то, что матрас пишется и значится. Старая деревянная дровяная плита. Окошко нету. Чего ты сам ходишь, что ли? Смотри, чувак у меня сам ходит. Или на его колбасе, что ли еще? Вот, остановились. Ну, мука. Так, что мы имеем? Как опустить мост? Так, что тут пишут? Нужно ввести правильный код при помощи... Са... Блин, его колбасит. Тут не видно. Чего-то ничего не вижу. Да, блин, хватит ходить. Он упрет вообще жестко. А тут не видно, короче. Ну, да ладно. Будем надеяться, что эти проблемы разрешимы. Так. Лачуга старого отшельника. Тебе я знаю, что они означают. Какие-то лампочки. Блин, не видно ни хрена толком, поэтому я даже читать не буду глаза порт. Ну, ладно, пойдемте дальше. Так. Кровать. Посмотрим, осмотримся. Может прояснится ситуация, что мы тут вообще забыли. Казалось, конца этому не будет. Мир хотел крошиться и разваливаться. Пока от меня бы не осталось ничего, кроме пыли. Керри Телла, что ли? Так, так. Момент чьей-то жизни. Так. Теперь сюда зайдем. Не сгинь, не видно. Шкафчик. Дерианый шкаф. А открываться будем? Во. Еще выключатель. Матричества нет. Так, а как быть? Темно же. Не видно ни хрена. Грязный мокрый матрас. Тут тоже, да, потолка нет. Занавесочки сохранились. Блин, как же темно. На режиме появилась новая цветная деревянная катушка. Так, тут что-нибудь открыть можно? Это что? Оставленный книжный шкаф. Семенов, блин, не видно еще. О, это что такое? Телевизор? Точно. Телевизор. Блин, как все. Грамофон. Вторая грана. Да ладно. Попробуем найти электричество. Даже часы есть. Сломанные часы на 10-10. Ммм, можно взять. Хорошо. Блин, как темно все-таки. Максимум гамма, по-моему. Так, кажется, дверь заперта. Взаимодействие с предметами. Чтобы использовать некоторые вещи, вроде по двери сначала, может понадобиться отыскать что-то еще. В данном случае ключ. Идите по тропе, найдите сарай и возьмите в нем ключи. Так, так. Где же эта тропа? Вот эта, что ли? Так, валяется пластинка разбитая. Нихрена не вижу. Вот какое мрачное там место, блин. Листочек взять можно? Нет, нельзя. О, это можно взять. Ну-ка, берись. Почему-то не берется. Крест святой вредит и. Ну ладно. Могила Финна Мак Лохлина. Хорошо. Откроем засов. И пойдем дальше. Ммм, типа еще тут остров с причудами, да? Глюки, значит, не любят. Слушайте, сердцебиение участилось у него, значит, забоялся. Я бы тоже испугался, что-нибудь надел. Вот такое бы случилось им. Ух. Ноги в зубы вперед. Вот как у него сердце стучит. Так. Чувак, где ты? Ушел? Ну, колбаса какая. Порисует мужика от страха. Блин, голова мелькает. Неприятно. Подходная пылькает. Опять дочка пойдет. Что это? Ручка вентиля. Ну, давай, возьмем. Деревянные поддоны. Короче, на этом острове хлама дофига. Вот-ка. Ну, вот. Средство передвижения. И-и-и-и Пу-и отсюда. Что тут лазить-то? Компас есть, бля, не определишься. Так, рубильничек еще не работает. О, заработал. С проводкой что-то не так. Дверь закрыта. Ладно. Здесь достижение вы подросток старый. И что-то я пропустил на это. Так, так. Старый генератор. Это хорошо. Так. Солнечные часы лучше всего использовать с геномами. Поищите подходящий предмет в вашем снаряжении. Вот он где-то был. Так. Вот. Ага. Все. Что дальше? Чтобы вернуться на остров на одну минуту. На две минуты. Три. Это что значит такое? Не понятно, не понятно. Долго крутить. Двадцать четыре часа сейчас поставлю и посмотрим, что из этого выйдет. ноль. Ноль. Дернем ручку. Что-то внутри сбрасывает счетчик. Ну ладно. Но если все-таки час поставить. Интересно. Так, ручку крутим. Хм, ну ладно. Не повезло. Так, это что? Чего-то не хватает. Я не вижу, что это. Генератор, что ли? Старый генератор. Так, посмотрим инвентарь. Вентиль? Давай-ка, вентиль сюда куда-нибудь врутнись. Не хочет. Ну ладно. А где ключи? Так, там чего-то. Цеписка, что ли? Я которую пропустил. Хм, достижение пройден километр. Так. Снаряжение. Нажмите, чтобы увидеть предмет. Но это я знаю. Используйте. Икс и зет. Одновременно вы можете нести не более пяти предметов. Хорошо. Куда их потом выбрасывать, если их будет больше. Так, нам там написали, что в сарае где-то должны быть ключи. Я что-то ключей не наблюдаю. Фонарик бы ему, что ли. Так, вот. Тут обойти можно. Да, немного мы обошли. Калитка как открывает. Груда бревен. Ничего не хватает. Бензина может не хватает. Может сейчас вот этим вентилем можно будет дверь открыть. Потому что я тут ничего не вижу. А, вот. Вот они ключи. Ха-ха, нашел. Так, бегать мы не можем. Но все равно вроде нормально передвигается. Не такие уж проблемы у него с движениями после этого костыля. Берег, питка. Так, и инвентарь. И связка ключей. Старая дверь открывается со скрипом. Так. Бензинчик. Что-то этого бензина мне кажется надолго-то не хватит. Как бы тут канистра стояла большая. То есть бочка рядом. Пришел канистрой, заправился. И вперед. Опять. Электричеством пользоваться. Так, кремляя идут. Хорошо. Что-то далеко генератор поставили. Как-то непонятно. Может свет здесь сейчас загорится. Так, быстро. Не сюда. А, тут что, ловить момент надо? Ну давай, ловим. А куда нажимать-то? Ну вот, я нажимаю. Ага. Надо вовремя попасть четыре раза. Слева к нам, конечно. Да что ты сбрасываешься? Довольно-таки быстро. Причем зажать надо, а не... Просто щелкать. Смотрите, оно ускоряется. А что-то тебе. Что-то походу на голову. С моей мягкой. Да что-то вообще. Я, причем, внутри попадаю и не получается. Сразу сброс почему-то. Мне удалось завести генератор. Просто, оказывается, надо было не в самом кругляшочке в одном месте, выделенном, нажимать на кнопку, а заранее, то есть перед входом в отмеченный промежуток. Ну, минуты за три у меня получилось. Вот так вот. Так, ну, будем надеяться, нам это дало свет. Какой-никакой. Так, вот, свет есть. Даже лампочки не пегатери-горели все. Хорошо, пойдем дальше. И посмотрим. Что у нас там написано все-таки? В темноте они проглядные. Вот мелькание головы меня раздражает. О, стало светло. Дра, конечно, по халке никуда не делась. Что шкафу-то? Шкафу нет ни черта. Ну, закройсь тогда нафиг. Так, тут ничего нету. Телевизор мне интересуется, крутится, нет? Ни фига не запускается. Ни фига не запускается. А зачем тогда сделали эту крутилочку? Что-то я просто мучился. Граммофон. Что-то не хватает. Ну, пластинки не хватает, базара нет. Надо найти целую пластинку. Какие картины, блин? Почему-то все они... Так, ну, не будем экономить электричество. Горит себе свое удовольствие. Так, зайдем сюда. Может, здесь что-нибудь найдем. Целую. Так, что за фигурные. Лампочки какие-то непонятные. Так, вид висит. Не открывается. Ну вот, можно почитать. Так, начнем слева направо. Лачуга старого отшельника. Теперь я знаю, что они означают. Это не те ли три лампочки? Ну ладно. Огни на стороне. Время и тени. Можно увидеть со старого настила. И под... Кот позволит разгадать цвета. А, кот позволит разгадать цвета. Угу. Закрыт, да? Угу. Понял. Обратно открыт. Так, как опустить мозг? Нужно ввести правильный код при помощи солнечных часов. Осмотреть буй с возвышенности и запомнить цветовую последовательность. Перевести первую букву из названия цветов код Морзе, например, к красным. Так, правильно установить деревянные катушки. У меня их две. Опустить мост. Покинуть пик... Пит-эрн-поинт можно только по мосту. Это единственное, что связывает остров с материклом. Мост опустится, если вы... Если все сделать правильно. Немного же я знаю. Если вы это читаете, меня уже нет на... Пойнт... Пойду искать. Джи. Кто такой Джи? Рену узнает. Ну да ладно. Пойдемте дальше. Может теперь ворота откроются. Которые там были у нас. Пластинок где не валяется. Целых. Целых пластинок что-то я не вижу. Вон, горит все. Леговина. Вон-то. Значить можно. Пройти дальше. Да, мрачная игра, мрачная. Опасность. Пан, ама. Я не знаю, что это значит. Политическое течет по проводам. Посыпятся искры. Все, открылись. Пойдем. Опять какие-нибудь... Еще один. И куда их теперь тыкать? Рыбацкий берег. О, опять глюки пошли. Поднять засор. Ну давай. А это Чапрол. Погалю чешно. Ну вот так так. Чувак, я все равно полюшу. Странно, но подойти к качалке нельзя, потому что здесь колючая поволка. Так-так, интересно, куда? И чего? Окно? Ага, окошко колбасит. Смотрите, как колбасит вам жестко. Блин, может со спины бы уже начали показывать персонажа нашего. Это неудобно, что он головой мельтешит. Еще одна. Постоянный дождь. Так, мостик вот это что ли? В принципе по нему. По трубе спокойно можно туда пробраться и мост опускать не надо. Хм, бред. Так. Тут мишку взять какую-нибудь полистать можно, да? Что-то тут не густо. Окно колбасит. Мы тут ничего не видим хорошего. Так, открывайся шкаф. Причем одна дверца только открывается шкафу. И он пустой. Смысл тогда. О! А мы сюда четыре эти вставлять будем, да? Там интересно в любой последовательности. Это не тот предмет. Ну, давайте сюда. Сюда. О! Ха-ха! Ладно, хоть нам голову ломать не надо. Куда что вставляется? Сами автоматически решают. Так. И последний. Вот. Что это дает? Где что-нибудь? Загорелось, нет? Так, взять обратно можно? А, понятно. Тут еще дело вот в чем. Надо это все крутить. Причем три цвета. Если у нас имеется три цвета. И четыре. Возможности. Из этого выходит, что... Тут дофига можно последовательности замутить. Так, надо пойти еще раз перечитать, что там написано. Или где-то посмотреть. Он говорит, можно. Последовательность помнится. Чтобы опустить мост. Ну, надо еще раз глянуть. Совсем стемнело. Хорошо, что есть пиздричество. Короче, что-то там возле часов можно посмотреть. Это входит. Показалось, вертолет летит, а это всего лишь генератор включения. С помощью часов. Давай поставим час. Нажимайся. Что-то внутри сбрасывает счетчик. Так, больше ничего делать нельзя. Ладно, пойду еще раз почитаю. Как эти штуковины крутить? Может быть, пойму для себя. Может быть, пойму для себя. Казалось бы, что-то пластинка лежит. Чувак, тебе срочно нужен фонарик. С такой обстановкой Сильно не находишь тебя. Тоже разбитая пластинка. Вот лампочки какие-то непонятные. Так, смотрим. Огни на стороне. Время и тени. Можно увидеть со старого настила. Нужно вести правильный код на помощи солнечных часов. Осмотреть буй с возвышенности и запомнить цветовую последовательность. Перевести первые буквы из названия цветов. Код Морзе. Надо как-то на какой-то буй посмотреть. Цветовую последовательность запомнить. Перевести правильный нужно вести правильный код при помощи солнечных часов. Ну, пойдем. Что-то это мельтешение головы меня вообще выводит. Придется проверять каждый час. То есть один, два и вперед. проверили. Давайте два. Ведь на буй. Что за буй? Цвета, может, буй плавает? полина какое-то. и, мельтешево. Аплату. Аплату. Это боль. Этот любимый взлет. Цвет. Мельтешево. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что ж, спасибо за внимание, подписывайтесь, ставьте лайк, пока!